Всем привет, друзья! С вами снова Михаил Закусилов и мне на обзор попала одна очень интересная палатка. Это палатка Раскадушка. Забегая вперед, скажу, кому эта палатка подойдет. Наверняка, в первую очередь, это кемпинговый турист, который может добраться до места рыбалки, отдыха, на машине, потому что палатка очень объемная для того, чтобы таскать ее в рюкзаке. И вес палатки 3 килограмма 800 грамм. Наверное, я приступаю сразу к сборке палатки. Собираю ее первый раз. Для вас видео я ускорю. По итогам покажу ее со всех сторон. Какие-то еще добавлю характеристики по паспорту, технические. и сделаем в конце выводы, удобна эта палатка может быть или нет. Ну что, поехали! Каркас палатки Каркас палатки сделан полностью из алюминия, как дуги, так и сама раскладушка. Но если дуги имеют диаметр 85 миллиметров, то трубки раскладушки 13 и 16 миллиметров. Визуально все сделано очень качественно. Ножки раскладушки – это шестигранная труба. Чтобы легче было сложить, и они не болтали в сумке, на трубках имеются небольшие резинки, которые удерживают лапки. Ну что ж, продолжим сборку дальше. КОНЕЦ Вся пластиковая фурнитура также говорит о качестве и надежности палатки в целом. Сама же раскладушка возвышается над землей на 10-12 сантиметров. В палатке довольно удобно и мягко сидеть. При моем росте в 172 сантиметра, с головой остается еще достаточно пространства. Внутри палатки имеются 4 кармана, по 2 возле каждого входа. Также на потолке имеются 2 тканевые петли и пластиковый зацеп, скажем, для крепления фонарика. Находиться в этой одноместной палатке мне было довольно комфортно. Длина спального места 195 сантиметров, а ширина 66. Но если ваш рост выше 180 сантиметров, а вес более 90 килограмм, возможно вам будет тесновато. Здорово, что производитель продумал массу креплений. Также можно внутреннюю дверь палатки закрепить внизу, чтобы она не валялась на земле. А еще мне понравилось то, что в палатке реализована нижняя часть из ткани. Таким образом, власть не будет продавать насквозь. Кстати, высота палатки 95 сантиметров. Осталось накрыть нашу палатку тентом, и на этом сборка будет завершена. Субтитры создавал DimaTorzok Палатка имеет отличную вентиляцию в виде двух вентиляционных окон. Также внизу палатки имеется снежная юбка, которая защитит вас от пурги, от снега, если вы решите отправиться на зимнюю рыбалку или в зимний поход. Вход палатки перекрыт внахлёст, что защитит молнию от дождя, также на липучках. А юбку можно убрать вовсе, если вы решите использовать палатку в теплое время года для лучшей вентиляции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я поставил эту палатку, побыв внутрь, полежав на этой распладушке. Могу сказать некоторые свои выводы, что решение очень интересное. Палатку можно ставить практически на любой поверхности, неровной, влажной, не бояться, что уровень воды поднимется за ночь, там, до 10 сантиметров спокойно. Лежать очень удобно. Это, по сути, раскладушка. Вверх ткань защищает вас от воды, там, по-моему, 3000 миллиметров водного столба. Низ 4, но вряд ли, если уже вода поплывёт, что вас там будет топить, это уже будет не до этого. Два входа. Палатка одноместная, но два входа. Почему так? Я думаю, что это расширяет возможность. Вы можете поставить её в любом положении, в любом месте. И выход, может быть, на берег или с берега сюда, в сторону. Если вы на тропе поставили, когда небольшой проход к озеру, скажем, рыбалка, да, в ту сторону у вас озеро или река, а в эту сторону выход к машине, к дороге. Юбка защищает от снега, от дождя. Сетка внутри. Внутренняя палатка – это сетка. Можно юбку закатать, чтобы была хорошая вентиляция, если вы палатку будете использовать летом. Для меня это фирма, Mimir Outdoor, no name, конечно же, но это Китай. И алюминиевые дуги. Посмотрев, как сделана палатка, не могу придраться к чему-то. То есть сделана хорошо, обыкновенное качество. Проклеены швы у палатки полностью везде. И все крепления, оттяжки, четыре шнура ещё идут, чтобы её капитально растянуть. Она будет очень хорошо, ветроустойчива. Кому палатка подойдёт, это тому, кто на машине, конечно же. Потому что вес палатки 3,8, 3800 грамм. В рюкзаке это сказать такую, ну, разве что только если вы идёте на пару дней, берёте с собой немного еды и идёте где-то порыбачить без техники. Конечно, её удобно возить с собой в машине. Всё, друзья, пожалуй, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой палатки. Пользовались ли вы такой палаткой, раскладушкой. А также хочу напомнить, что это на палатку предоставил мой друг, который имеет небольшой магазин. У него нет интернет-магазина. Так что я не ставлю за цель это как-то помочь, там, ему продать. Мне было интересно сделать обзор. Но если кому-то интересна эта палатка, чтобы купить, пишите мне в комментариях или на почту электронную, я добавлю в описание к каналу. И тогда я вам подскажу, где её можно купить. И, возможно, вам даже будет скидка на эту палатку. Что ж, друзья, я не прощаюсь. До новых встреч.